Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 98. Начитываем Новый Завет с толкованием блаженного фофилакта. По второму изданию Нового Завета, вот он у нас вышел, трехтомник. Каждый том, 752 страницы, чтобы было видно, как изданы. Ну, не знаю, видно, не видно тут будет. Вот. Значимость этого издания та, что здесь комментарии 297. Кроме того, лучший иллюстратор Библии, Гюстав Доре, был раскрашен нами в полный лист без обреза. 230 иллюстраций и 10 из классики на комментарии. Так что можно даже приобрести. Осталось совсем немного. Пошли. Второе Тимофея. Считай коррестник аппетита. Второе Тимофея 3.6. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями. Толкование. Словом, вкрадываются, указывают на их бесстыдство и коварство. Не сказал, обманывают, но пленяют, пользуются ими, как рабынями. Ибо таков обольщаемый. Заметь, что предаваться обольщению свойственно женщинам. Следовательно, и мужчина обольщаемый может быть назван этим именем. Утопающих во грехах. Означает все и множество, и беспорядочность, и смесь грехов. Обманывают не просто женщин. Ибо природа не должна быть осуждаемой. Но женок, имеющих много грехов. Ибо кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию за свои дела. Как надо посмотреть? А смотри как. Грешный, грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный. Кого это может привлечь? Апостол Павел называет святые и избранные. Кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы. Раз ничего нет, им разницы нет. Он не трудился. А если ты с таким трудом добивался всего, и Господь тебя вывел из этой бездны, тогда ты хранишь ложные догматы. Слова догматы нету в Библии. Но без этого никак нельзя. Никео цареградский символ веры, кредо. И поэтому раз нету догматов, поэтому стектанство на каждом шагу рождается. Догмат. Догмат. Главный догмат неприложен. Это учение о Святой Троице. Пошел. Водим их различными похотями, то есть корыстолюбием, славолюбием, страстью к роскоши, к нарядам. Указывает также на постыдные пожелания. Смотри, Водимы как будто говорят о бессловесных. Второй Тимофей 3.7. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Толкование. Может быть, они достойны снисхождения? Никак нет. Напротив. Тем более не заслуживать его, так как они погрязли в грехах и похотях. То тупил и разум их, так что их неспособность познать истину не естественный недостаток, а следствие неправого направления их произволения. И вот у нас идут занятия по скайпу. И бывают такие люди, которые себя считают православными. По-разному, всех там были везде. И все время то не могу делать. Поститься не могу. Бороду, чтобы не брить, не могу. Почему? Они погрязли в грехах и похотях. А тупил и разум их. Так что их неспособность познать истину не естественный недостаток. А что? Следствие неправого направления их произволения. Почему ложь к одному пристает, а к другому нет? Жизнь твоя прошлая. Как ты жил? Куролесил жизнь, а теперь в старость пришла, и в 80 лет не можем бросить курить, пить, и все еще идет это безобразие. И тут достойно может снисхождение. А он все время говорит, такой человек, что только одни вы спасетесь. То есть он, мы это... Один Бог знает. Со всего земного шара только 8 человек оказались спасенными. А из горящих городов, это 5 окрестных городов, не только Содом и Гоморра. Там фактически таково, они вышли. В четвером трое дошли, да еще как дальше было. Что, все погибли? Много званых, мало избранных, вот и все. Значит, последнее. Значит, одни вы, это Бог знает, они, но надо стараться. Достойно они снисхождение? Не достойно. Не надо этим играть. Придумали экономию, все прощают. Эпитимии никакой нету. А Златоуст говорит, кто без эпитимии допускает, гибнет тот, кого допускает, священник, и сам поп гибнет. Они неверующие. Деньги, деньги, больше ничего не надо. Чем попало занимается? Только не идут на благовестие. Веры-то никакой нету. И поэтому везде все сектанты, еретики, все захватили. Они трудятся, на погибель трудятся. Море и сушу обходят, чтобы приобрести одного и сделать сыном гиенны. Здесь истину знают, учатся, а еще учатся. Я говорю, нашел. Зачем семинарии Академии? Чтобы умел защитить, оправдать любое безумие, любое беззаконие, творимое в первую очередь церкви. Второй Тимофея 3,8. Как и Ани, и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежда в вере. Вот так. Толкование. Это были волхвы времен Моисея. Откуда Павел узнал их имена, когда об этом не говорит Писание? Имена их заимствованы из неписанного предания. Или, вероятно, Павел узнал от них от Святого Духа? Когда кто расстрелил свой ум страстями, тогда он бывает неискусен в вере. Ну, просто однажды посмотреть, что когда кто расстрелил свой ум страстями, как до этого жил, тогда он бывает неискусен в вере. Его нельзя не исправить уже ничего. Почему? В прошлом раскаяния не было. Да какое раскаяние? Как Ефрема Сирина. Под глазами борозды были, борозды на теле оказались. Непрерывно плакал. Кем я был? И Павел себя простить не мог. И Петр отрещение... А ты в один момент все уже в дамках. И никого не слушали. Были, говорили, знали, ничего нет. Помутненный разум. Ты с этим согласись однажды. Считай утреннюю и вечернюю молитву. И там об этом говорится. Нам ли православным поднимать тебя куда-то? Нам только одно нужно говорить. Господи, ты спас меня. Веди меня этим путем, которым прошли святые твои, избранные твои. Пройди, посмотри на святые изображения, иконы. Как люди выглядели. Сказал безумец, нет Бога. Солом 52.2. Почему? Потому что они развратились и сделались мерзкими в беззакониях. Какие слова находит? Нет Бога. И вот за этими людьми, которые говорят, нет никакого Бога. Верующий христианин. Говорит, что ни стыда, ни совести тянется, что он говорит, принимает. Почему? Сходное, сходное. Та мерзость в душе осталась или как, я тут не знаю. Да ты бы от него даже отскочил, близко не подошел, как от змея. Если даже обещает исцелить какой-то старец, шепчет, а сам волхвует. Ты от него отскочи, как от змея, златоуст говорит. Серафим Царовский говорит, если бы комната вся была наполнена червями. И все тебя прогрызали в разных направлениях. И тогда, ну, сто лет там потерпеть ради вечности. Стоит ли? А тут разных мерзавцев собирает и верит. Какого бы лжеца не нашел, уже соединяется с ним. Причина какая? Внутри. Засел демон лжи. Ударься лбом об землю. Это и молись, как Яков молился. У него, как у осла, говорит, на коленях и на лбу была кожа. Тогда оно все по-другому перевернется будет. Разговариваю, я говорю, как ты жил? Так, сколько? 18 жен было. 18 жен. Коллекционировал их, как ложки в столовой. Ну, их еще в голове-то осталось. Там ничего нет, блуд все проел. Ничто так ум не истребляет, как блуд и компьютерные игры. Это я уже просто на практике знаю. Прямое объяснование. Ну, у вас все объяснование. А как ты объяснишь? Вот Маспотеряевский храм. Народу немного. Открыто Фромуга. Дверь открыта. Ветер. Прохладно. Утренняя молитва. Даже солнце еще не нагрело. Заходим мы, лагерные дети. Только начали молиться. Падает ребенок. Ну, ладно, он может придуряться. Но как он может сделать лицо бледное, как бумага? Его за руки, за ноги вытаскиваем на скамейку положили. Только заходим. А на нее положили сафира падает. Девочка. 12-13 лет. Падает такая же белая. Опять вынесли. Заходим. Третий падает. Еще один. Это выносим. Те двое сидят, разговаривают уже. Розовые лисы. Что непонятно-то? А дальше пришли в лагерь, начинают. Все до одного играли. Играли. Это вот экран монитора. Он не понимает. У нас скачаются на тарзанках дети. И там стоит Фрося. Девчонка совсем небольшая. По сравнению с ним-то. А он-то большой. И палку отпускает. Дай мне, чтобы на веревке висит палка. Палка толстая, в руку толщиной, чтобы садиться на нее. Он отпускает. Она летит. Бьет его в полбу, он падает. Он не может понять, как она из монитора вылетела. Ударил в полбу-то его. И орет, сидит. На следующий день опять та же история. Она отпускает. Ну поймай, как дети-то ловят. И садись. Он не понимает. Летит он, стоит на нее, смотрит. Она бас в полбу, он кверх ногами. И только потом позвонили домой и говорят. Баба, мама, я первое есть научился в 12 лет. И кому он нужен? Другой такой, я знаю, стал играть. Сейчас уже сидит на пенсии. Ни одного дня не работал. Совершенно безумное. И компьютерные игры непрерывно насаждаются. Верующий, зачем вы делаете? И теперь он в религиозных вопросах будет что-то говорить. Играл? Касалось? Присмотри буду прошлую жизнь. Сколько там было? Ты поэтому весь ум дырявый. Сатана там находит свою вещейку садиться. Когда так подойдешь, в один день ощущение наступит. Я слишком много этих людей видел. Один сидит за страшные преступления. Только сказал, сразу покаялся. Другой делал самые маленькие подлости. Лгал, там обманывал, там жену изменял или что-то. Ничего не принимается. Что бы ни сказал, у него на свой ответ. Выход только один. Что нам делать, мужи и братья? Вперед. Итак, будь внимательны к себе, чтобы нам не растлиться страстями, и чтобы в нас не нашла место порча веры. Второй Тимофей 3.9. Какие слова говорили? Порча веры. Порча это всегда говорят, что когда обеснование сатана заходит, порчу напустили или кричит. Считает, когда начинают херувинскую петь, они стоят в церкви и кричат. Одна закричала, кликушество называется, другая. И наконец уже человек пять кричат. Священник посмотрел, диакон здоровый, говорит, так, начинаем работать. Как только предупредил, если орать будет, значит вытаскивай, а там большая лестница. Под лестницу туда и парите ее, никто там не видит. От пароля перестала, вторую, третью. Неделя прошла, ни одной крикуши нету. А почему им помогает? Она больная, ей надо помогать, она не работает, она блудит только. Все. Да ладно, такой решительный священник нашелся. И отшатнулись все, больше этого не было. И на улице, чтобы не было, дерутся между собой. Я работал дворником. Дают простор и все. Зачем ты берешь? Они идут и в туалет все бросают, плавают, я вылавливал там. Зачем даете? А я говорю, а ты-то зачем берешь? Ну если я не буду брать, тогда и денег не дадут. Одежду, которую я даю, прихожу, они ее туда проталкивают, а я ее к багром оттуда вытаскиваю теперь. Ну везде безумие. Это почему? Грех. Грех помутил разум. Стыда нету, совести нету. Любого нечестивца увидят, уже соединились с ним. Любого. Почему? Внутри готово было, внешне можно показать, там говорится, все как будто. Отправили студентов на уборку хлеба, раньше убирали-то. Ну и первый обед. Столик на четыре человека. Никто никому не говорил, где садиться. Каждый куда бросился, там и сели. Сели они, заразговорились. На каком курсе? Я на четвертом, я на третьем. Все до одного убийцы окажутся. В скором времени. Статья в газете «Труд». Печатается череп. Они убивали и убивали людей. Кто? Студенты медицинского института. Их никто не выбирал. А которые другие? И там такие же все. Такие же блудницы, танки-маньки. А теперь приходит Клери и начинает философствовать, говорить. Ты закрой уста, молчи и плачь. Больше тебе ничего не надо делать. И как он вот увидел нечестивец, сразу засыпились. Все за одним звеном. Идут студенты какой-то. Я один что-то брякнул. А затащил напильником. Напильником прокалывает. Ну медик, он знает куда. Отошли, он бежать. Да подожди, не надо. Он пьяный, тот-то студент еще. Нет, подошел, зарезал. Тогда пошли дальше. А то он нас выдадит. Дорога. Отошли, разболтались. Чужой. Даже говорит страшно. Поехали. Почему? Грех. Раскаяния не было. И поэтому грех тебя будет томить, давить. И не друзей, никого не будет. А будет всякое нечестие. Самые мерзавцы, которые залазят, они твои друзья будут. Второе Тимофея 3.9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Толкование. Как же в другом месте апостол говорит, они еще более будут преуспевать в нечестии. Второе Тимофея 2.16. Там он утверждает, что еретики, начав вводить новости и заблуждения, не останавливаются, но постоянно изобретают, но более новые. Говорят, что сегодня 21 тысяча разных сект. Новые и новые. Даже на одном каком-то стихе, да никогда не думал, что на нем можно... Ни один сектант этого не говорил. Новые. Между собой уже не объединяются. Не в иконах дело-то, в грехе. Я говорю, ну в аптисты-то есть, вы бы в одной уже, говорится, в одном здании там молились, как нет. Новые и новые. Каждый день, каждые две недели рождается новая секта. Это уже данные, данные, не мною. Дальше. Здесь же он утверждает, что они не обольстят и не увлекут многих, хотя сначала, казалось бы, и совращают некоторых, но скоро сами будут облечены. Да. По всему прибавляет следующее. Если не веришь, научись из того, что случилось с теми волхвами. Те были изобличены в том, что делали призрачные чудеса и обманывали, когда Моисей совершил истинное чудо. Поэтому все, что по существу своему нехорошо, на время только кажется хорошим. Все призрачное, призрачное, он болтает, говорит, доказывает, а он ничего не знает, нечестивец, в Бога не верит. Специальные евреи направление дают, чтобы направить гнев на истину. И они одно и то же говорят, но на самом деле противники друг к другу. А если противники, почему так? Потому что сатана, он разделяет и властвует. Вот 21 тысяча, ты понимаешь, что такое? 20, ну да, не 21, 210, уберем два нуля. Три нуля. И все разные. Да, и Библия одна. Одна. Ну, может быть, они толкование какое? Нет толкования у них никаких, они сами придумывают. Я встречался с такими, к нам приходили на беседу. Только зародилась секта. Только-только зародилась. Беседовать надо, уже в позднее время, 11, надо уже коснуться. А мы днем выспались, он открыто говорит, мы можем до утра беседовать. А как? Мы два брата решили отделиться. От кого отделились? От адвентиста седьмого дня. И сколько вас? Пока двое. Но мы уже назад ни шагу. Мы уже знаем это. Ну, там адвентисты, есть еще такие, более ревностные, называется святой остаток. Так вот, мы из него. На что у вас другое-то? Ну, они ноги мыли, только в субботу собирались. А мы сказали, ноги мыть надо в садике каждый день. Все, их уже не соединить. Я стою на этом, мне не доказывайте это. Тазик круглый, это не земля, ничего. Все разделились. И мы с ними беседовали при самом начале. Другой. Также беседовали с пятидесятников. Я говорю, что он на вокзале на парапете сидит наружу. А почему? Как же так? Мне Бог открыл истину. И никто не принял. Даже жена, говорит, приняла первое. А я отошла. Я говорю, сейчас один. Ну, я говорю, так ты перемирись с теми-то, с кем ты был-то. Никогда. Да чтобы я, да не в жизнь. Да мне прямо было показано. Как показано? В углу я смотрю, вверху. Собрание идет, и Господь говорит, они виновны. Почему? И показывает, ноги не моют друг другу. На ногах. На мытье ног. Я это сам видел. А где это? Это православные где, потому что один и тот же демон действует. Опыта никакого нет. И вот это, когда человек запирается, ну ты пока, если вернись, но потом ты от баптистов по ступеням и вернешься к православию. Ну, православие это вообще и дало поклонство. И один сидит, задумался, как рисует картину, Ленин в рваных штанах сидит на своем капитале Маркса. А идея-то была правильная. Какая идея-то? Это царство небесное. Бог дал. Смирись. Я многое православное поговорю. Не евангельское, но оно есть. Я православный. Вопросы сняты. 2 Тимофей 3.10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, толковании. Те, говорит, таковы. Но ты хорошо знаешь наши отношения, а они не таковы. Ты не просто пристал ко мне, но и последовал. Те, долгое время, пребывая и разделяя все со мной, внимал всему моему и навык. Будь же крепок и борись с противниками. В учении, т.е. в условии. Житии, т.е. в жизни и нравах. В расположении, т.е. в ревности и мужественном воодушевлении. Ибо я, говорит, не только учил, но и исполнял. Вере, т.е. твердости в истинных догматах. Или вере, не дающей в опасностях впадать в отчаяние, но веровать в Бога, что Он избавит. Великодушии по отношению к еретикам. Ибо я не возмущался, но все принимал скротостью. Терпении в гонениях. 2 Тимофея 3.11. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Толкование. Я, говорит, не только был гоним, но и страдал. Два обстоятельства особенно смущает учителя. Именно, что есть еретики и что приходится страдать. Относительно еретиков было много сказано, когда апостол убеждал Тимофея не смущаться ими. Теперь он говорит о своих собственных страданиях, чтобы ободрить ученика. Говорит об Антиохии, Писидийской, о листрах. Откуда происходил Тимофей? Почему упоминает только о них? Так как они были более известны Тимофею, или были недавними, сравнительно с другими событиями. Кажется, кто будет листрах, Писидийской, о тех, и это даже толкует. И связывает это с Тимофеей. Кому пишет, кто пишет, когда, с какой целью. Четыре вопроса надо ставить, если у тебя вопрос. И он, да это толковать никто не будет. А он говорит, точно-то не знаем, но раз Тимофею пишет, значит, для него это близко. Пишет о Потеряевке, о Корчене, значит, он из той местности. Вот как рассуждать надо. Когда какое-то преступление, вот здесь потерялись пять абитуриенок, в университет пришли сдавать экзамены, и вдруг исчезли. С Москвы приехал Колесников, зампрокурора, тот занимался российского, искали. И сразу говорю, сколько? Я говорю, как искали? Там у нас следователь. Они разбивают. Первое, что они увлеклись какой-то сектой. И уехали туда, понравилось. И мне говорят, вы не знали, Киргизова-то это, приезжали родители к вам в лагерь. А зачем? Ну мало ли еще, сказали, что там какая-то секта православная. Да какая секта? Мы православные. И он приехал, они зажиточные такие. А отец посмотрел, как они говорят, говорит. В первую очередь, моя дочь туда не пойдет, а во-вторых, эти люди чисто живут. У них ничего этого нет. Дальше, вызывают сатанистов. А то вторая группа работает. А одна работает, что их украли, увезли в другие республики. Это мне рассказывают как. С сатанистами говорят. Вот девушки потерялись. Случайно не вы? Вы в жертву-то приносите? Он говорит, конечно, мы сатанисты, мы приносим в жертву людей. И кого приносите? Девственниц. А где вы видели девственниц в университете? Что вы спрашиваете? Нам блудецы не нужны. Вот и ответ весь. Сатанист. И они работают по-разному. Третьих, они просто решили выехать за границу. Вот вы работаете по этой, по этому признаку, мы по этому, другие по этому. То есть они разбиваются во всех направлениях. И нашли, нашли. Весной пахать стали, и кости стали появляться, вырывать. Все до одного мертвы были. И тогда стали делать. Им надо закрыть эту тему. Какого-то взяли, я не знаю, связали там, руки или как ему. Он идет. Поднимается на пятый этаж. И вдруг он разбивает окно, вылетает. Эксперимент они делали, пошли. Да ничего не было. Выбросили его просто. И закрыли. А тот, видимо, куда-то делся. А может быть, его не публикуют. Так делается. Отца Даниила Сысова убили. Кто убил? Как искать? Наконец, где-то какой-то киргиз не подчинился. Его застрелили. И баллистический путь пули. Узнали, что из того пистолет застрелял. Да даже если из того, почему именно он-то. Он мог перекупить, взять. Все дело закрыли. Отца Александра Меняя кто убил? Нашли? Нет. А я давал примерный намек, где кто больше всего против него улетовал. Это патриоты. А его готовились там ректором поставить православного университета. Я в Москве был, обстановку неплохо знал. Никто не прислушивается. Личный Горбачев держал на контроле. Нашел, не нашел. Не нашел. А может быть, умышленно нет. И вот об этом он нам и говорит сейчас. Пошли дальше. Надо подробности знать. Смотри, он не перечисляет их порознь, ибо пишет о них не для прославления, а по нужде. Для утешения своего ученика. То и другое внушает Тимофею. И я, говорит, имел ревность пострадать. И Бог не оставил меня. Поэтому и ты будь готов. И не будь оставлен. И не будешь оставлен. Ты как-то первое слово сейчас считаешь, а другое почти не слышно. Я даже не сказал, я просто сказал, будь. Я даже не читал, будешь. Я будь прочитал. Старайся, где С, там другие вот эти вот особенно длинные слова бывают и. Второй Тимофей 3.12. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы толкованием. И в этом весьма великое утешение. Что я говорю, продолжает апостол, о себе одном. Все желающие жить благочестиво, ибо и по Евангелии будут гонимы. Благочестиво. Не просто Евангелие держать, а жить свято. Благочестиво исполнять. В этом все. В злоохуждую душу, то есть грязную, премудрость не войдет. Там грязное грязное. Мерзкие насекомые доедают этот труп. Это Антоний сказал. Этот. Блюм Антоний. Сурожский. Дальше. Гонениями апостол называют здесь не только преследование со стороны неверных, но и просто скорби и печали, которым подвергаются идущие путем добродетеля. Ибо жизнь человеческая есть испытание, как говорит Иов. И кто идет тесным путем, тот по необходимости скорбит. 2 Тимофея 3.13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Они эти люди, которые выходят по эфиру, сегодня говорят, ищут дураков. Они заблуждаются и до других вводя в заблуждение. А что они знают? Да ничего. А о них можно сразу увидеть. Верующий нет. Близко даже к нему не подошел бы. А тот человек. А тот везде все лжет непрерывно. Ну ты увидел лжец, отскочи от него. Нет, соединяемся. Да ты же верующий. У нас тут были свои, даже ездили. Один раз поговорил, были у стерликов. Один раз поговорили, все, навсегда отстали. Почему? Там ничего нет. Он разрушитель. Для него нигде нет веры. Московская патриархия вся в ереси. Старообрядцы, он к ним присоединился вначале. Видимо, кто-то денег попросил. Все еретики. Сразу одним махом. И вот показывает сегодня. Он хватает стакана там где-то. Видит, что съемка идет где-то в студии. Кидает все. Он бешеный. Он одержимый. И не видит. Не видит. Это лохами окруженный человек. Ну, ты же видишь, он безумный совершенно. У него веры никакой нету. Нигде нету спасения. Лезут туда. И ни один, ни два. А почему? А ты их разбери, их биографию, кто туда лезет. Мне не раз приходилось беседовать, которые там были. Один раз побеседовали, сразу навсегда отстали. Почему? Ну, случайно я думал, там у нас же потеряльки есть такой один. Я, говорит, был, а теперь я туда ноги не положил. Дальше. Так, 2 Тимофея 3.13. Это прочитал ты. Нисколько не смущайся. Так, нисколько не смущайся, если они благоденствуют, а тебя постигают искушения. Таков порядок вещей. Раздевшись для борьбы, тебе необходимо употребить усилия. Неразумно в борьбе искать отдыха. Если они и преуспевают, казалось бы, то на деле это прелещение, а не преуспеяние. Ибо апостол, определяя, что есть зло, сказал прелещать и прелещаться. Говорит, что, Василий, неразумно в борьбе искать отдыха. Раздевшись для борьбы. Борцы раздеваются. Вот сейчас, вчера я только узнал, сколько получают. До 5 миллионов за одно выступление. Ну, это уже классно таки. А остальные там тысячи долларов. Долларов. Где-то. И что? Так их калечит там, убивает и показывает, сколько смертных случаев. И мы, раньше борцы были, они намащивались елеем, чтобы труднее было зажать, взять его. И Ан-Затоус об этом пишет. И поэтому мы намощенные Духом Святым елеем его, чтобы сатана нас не мог схватить. В житиях говорится, стал бороться с сатаной, не может его одолеть. А он как дуб стоит перед ним. Он говорит, руки-то сзади, возьми крест-накрест. Он взял руки-то крест-накрест сзади его. И он взялся как сноп. Он поднял и хлопал его. Ну, это образно. Образно, но в житиях говорится. Женщина, девушка, она уверовала. Ее арестовали, она сидит, а дьявола скушает. И она дьявола взяла, говорит, и вот цепями била, а потом в мусор бросила. Как это может быть? Ну, написано. Конан, 5-го, кажется, марта, его житие. Он запечатал 32 сосуда демонов. В 32 этих, сколько же их там было? А люди закопал в землю. А когда строили, нашли, открыли, и сразу вихри, буря начались. Болезни везде. Да это сказка какая-то. Чего это? Хаттабыч какой. Жития святых. Ты много знаешь? Уменьши эти знания. А больше вызови доверие к этому. Я их насчитывал, знаю. И, как так это, демоны? Да разве их можно запечатать? Крестным знамением запечатал-то. Не глина его держала. А где это еще написано? Есть. Есть. Житие святого архиепископа Яна Новгородского. Он молится и слышит, рукомойник трясется. И он понял, демон отмолился, подошел и перекрестил. И он орет. Там, видимо, вода сделалась какой-то огненной лавой для него. Ты зачем залез туда? Орет, выпусти. Я тебя выпущу, если ты мне сделаешь одно дело. Сделай, что хочешь. Так сделайся коньком-горбунком. И привяжись там. Отмолился, сел на него вверх. Вези в Иерусалим. Он мигом его, как вечера на хуторе близ диканьки у Гоголя. Оттуда. И храм открылся, он помолился и назад. Но дьявол в конце ему сказал, только если кому расскажешь, тогда жди, я тебя поустрою. И достал устраивать. А он беседовал и однажды сказал, зная такого человека на демоне, на демоне, летал в Иерусалим в одну ночь, помолился и вернулся назад. Он аж зубами заскрежетал. У них имени нету демонов. Когда люди скрывают, не их разный аватар, это демоны. У них имени нету. И далее он стал его подкидывать. Приходят братья беседовать, смотрят, ленточка женская, свеженькая лежит. То туфли где-то выглядывают. А ничего нигде нету. Ну тогда братья собрали. Сколько можно терпеть-то? Пошли. Она выскакивает, раскладная, лохудра такая. Никого нету, там полуодетая, там лифчик где-то в руках держит. И за келью-то братья бросили, ноги он нырнул под землю и все. Они его схватили, на плод связали, при Любодей, там Любодей, там его. А он против течения поплыл. Бо, прости, да пошли вы с вами возиться здесь. Это житие Иоанна Новгородского. Так, мне нужен до 45. Ну и ладно. Все на этом. Так, это номер у меня был бы 10-90. Так.